И третий ангел подследовал за ними, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чего свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чашу гнева его, и будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и пред Авансом. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью. Поклоняющийся зверю и образы его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Это послание для последнего времени. Весь трехангельская весть, и в особенности весть третьего ангела, это то, что должно проповедоваться сейчас. То обвесть, которая дана Божьему народу, чтобы не вести ее в окружающий мир. Вы знаете, большинство верующих людей задается загадкой относительно смысла зверя, ревилонской глутницы, начертания зверя, число 666 и так далее, и так далее. Это не ясно. На этот счет есть столько много разных гипотез, идей. Большинство неверующих людей также бывают удивлены, когда им показываешь, как история нашей планеты описана в Библии, как процессы, происходящие сейчас, глобальные, политические, экономические, социальные процессы, находят свое отражение в библейских пророчествах. Поэтому эта пророческая весть, которую Бог дает своему народу, это сила его народа. Вы знаете, как Бог говорит насчет отвлечения истинного пророка от ложного. Это написано в книге Второзакония, в 18 главе написано, что «Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Итак, и в общем-то все люди понимают, что если звучит пророчество, и через какое-то время оно сбывается, то это заставляет человека задуматься. Поэтому даже если мы с вами свидетельствуем сейчас о понимании библейских пророчеств, и что должно происходить в мире, и даже если люди сейчас в миру, или люди, которые верующие, но не знают этого, даже если сейчас они относятся с большим скептизмом и с сомнением к этому, через сколько-то лет, а я верю, что через не так много лет, когда они будут видеть, что это сбывается, они будут вспоминать то, что вы им говорили. Это будет ключ, показывающийся пророчество истинное, и значит отдавший это пророчество Господь. Сегодня, поэтому я хотел бы с вами остановиться именно на трехангельской вести, именно на весе третьего ангела, относительно служения образу зверя и его начертания. И мы с вами многое знаем из этого, но возможно я смогу добавить что-то в копейку ваших знаний, и какие-то слова, идеи, которые вы также сможете поделиться с другими людьми. Я обнаруживаю на своем опыте, что где бы я ни встречался, я бы разговариваю с мусульманами, я бы разговариваю с полностью секулярными людьми, я бы разговариваю с христианами других веноминаций, и меня Бог просто приводит каждый раз к тому, чтобы делиться трехангельской вестью. И я понимаю, что это то, что мы должны делать сегодня. Чтобы рассмотреть те некоторые моменты, которые я бы хотел с вами сегодня обсудить, давайте посмотрим самое начало. Самое начало, где в Библии описано, почему, в общем-то, зверь получил такую большую власть. Для этого откроем Евангелие Луки. Да, Евангелие Луки, 4 главу, где описано искушение Христа. Именно там дан ключ к пониманию, почему отступившая церковь, которая описана как воеволонская будница, имеющая политическую власть, описанную как зверь, почему она имела и сейчас набирает опять такую большую власть во всем мире. Лука, 4 главе, 5 стихе и далее. Я читаю о том из искушений, о котором сатана искушал Христа. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему сердца со вселенной в мгновение времени и сказал ему, дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус даже не возражает относительно того, что сатана говорит, что она дана мне, это власть над этим миром. Да, политическая власть в этом мире, экономическая власть в этом мире, многие в этом мире. Сатана захватил эту власть. Когда он обманул Адама, хотя Адам должен был, в общем-то, руководить всеми процессами на земле, сатана смог обмануть Адама, и он получил легальные права на то, что происходит на земле. Сейчас он пришел с этим к Иисусу для того, чтобы установить сделку. «Ты мне поклонишься, я это отдаю тебе обратно». Иисус не поддался на это предложение. Но, к сожалению, через сколько-то лет после этих срок, с той же самой идеей, с тем же самым предложением от сделки, сатана пришел в церковь. «Если ты поклонишься мне, ты получишь власть политическую, экономическую». И церковь, в отличие от Христа, приняла эту предложение. Поэтому, поэтому церковь начинает возвышаться над государствами. Мы вот это видим через несколько веков после Иисуса. Человек начинает возвышаться над государствами, и церковь начинает руководить, церковь начинает ставить царей и снимать царей. То, чего Христос, в общем-то, церкви никогда не обещал. Что? «Не обещал». Да, и не обещал, что это так будет. Что он говорил? Помните, что «в мире будете иметь скорбь». «Намужайтесь, я победил мир». Что я говорю, в мире вы будете иметь скорбь. Что Иисус говорит Пилату? «Мое царство не от этого мира». Иисус конкретно говорил о том, что политической и экономической власти я и мои дети, мои ученики здесь не должны даже иметь. То есть, это не их дело. Их дело совсем другое. Их дело власть духовная. Но произошло совсем по-другому. Интересно, что если мы посмотрим в истории, эта власть приобретается в христианской церковью, как я ее назову, постепенно она перерождается в систему папства, она приобретается после того, как церковь начинает что-то менять. Поклонение. Меняется Божий закон, а именно первое, второе и четвертое заповеди. То есть, поклонение только лишь Богу, заменяется на поклонение также и многих цветов. Не создание изображений, заменяется на создание изображений. Соблюдение шаббота, меняется на соблюдение другого дня. Также меняются праздники и сезоны каких-то праздников. Мы с вами сегодня тоже затронем этот момент. И меняется символика. Бог тоже придает, как и не странно, Бог тоже придает какое-то значение символики. Когда мы изучаем святилище, когда мы изучаем описанное в законе Миссии, мы видим очень много вещей, которые бывают символами. И Бог через них также оказывал воздействие на своих людей. Закономерно, что сатана действует тем же самым методом, и он тоже создает какую-то символику, через которую оказывают воздействие на людей. Сегодня мы рассмотрим этот момент тоже. Итак, сатана обещал дать свою власть тому, кто поклонится ему. Что мы видим в книге Откровения? В 13 главе книги Откровения, в 1-2 секе, мы видим зверя, и что о нем написано? Я стал на песке Маску, мы видим выходящего из моря зверя с семью головами, десятью родами. Мы знаем этот зверя, я сейчас не буду разбирать детали, мы знаем, что он наследует, и там видно, когда описаны эти звери, на которых он похож, он наследует то, что было до него, это Павелон, Персия, Греция, Рим. Все это в нем вместе сочетается. И дальше написано во 2-м стихе, «И дал ему дракон свою, силу свою, и престол свой, и великую власть». Это именно то, с чем он приходил к Иисусу. Иисус это не получил, но это получил вот этот зверя. Дракон, сатана, передает это церкви. Кровь политической власти, Библия показывает интересную новую форму религиозной власти, которая будет также у этой системы, этой организации. Акута Павел во 2-м послании Иисуса Водикийца, во 2-й главе пишет, что «Конец не придет прежде, чем откроется человек греха». О котором он пишет, 2-й глава, 7-й стих. А, нет, 4-й. «Противящийся и превознащающийся выше всего, называемого Богом или святынью, так, что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». И далее 7-й стихе он сообщает, «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не слишится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Итак, мы видим, что религиозная власть этого зверя, этой силы, она тоже несколько другая. Он занимает место в Божьем храме, место Бога. Что это означает? В большинстве христианских динаминаций существует такая идея, что в последнее время на территории Израиля будет опять подстроен храм, такой же примерно, как был во времена Соломона, или во времена Ирода Иисуса. И антихрист, который придет, он займет место в этом храме. Эта идея настолько распространена, что я не исключаю, что она даже может осуществиться. Я имею в виду, постройка здания может осуществиться. Но она не библейская. По той простой причине, что Новый Завет нигде не поддерживает, Библия вообще нигде не поддерживает идею того, что храм будет опять построен на земле. Вы помните, что Иисус сказал про храм? Еще тогда, когда этот храм стоял, не был разрушен. За 40 лет до разрушения храма и римлянами Иисус сказал, «Все остается вам дом во вкус». Начиная с этих слов, и от них, чтобы быть точным, начиная с момента распятия Христа, когда занавеса в храме была разодрана, для Бога это здание перестало быть храмом. Оно больше не имело никакого серьезного значения. Если вы будете читать Талмуд, что интересно, Талмуд – не Бога вдохновенная вещь, но он задерживает интересные исторические источники. Так вот, они не признают, что Иисус – Мессия. Но они говорят о том, что за 40 лет до разрушения Иерусалима в храме произошли серьезные изменения. Чудеса, которые до этого происходили в храме, это отдельная тема, я могу ее потом затронуть, перестали происходить. И так говорят, так пишут иудейские рабины, произошло за 40 лет до разрушения храма. Храм был разрушен в 70-м году. За 40 лет до него, в 31-м году, произошло распятие Христа. То есть Иерусалима, храм были разрушены через 40 лет после этого. Итак, для Бога этот храм уже не имел значения, и если там даже построят какое-то новое здание, Бог его не рассматривает как храм. Что же Бог рассматривает как храм на земле? Да, мы знаем, святилище, оно было на небе, оно было еще до Моисея, оно было от Моисея до Иисуса, и оно есть сейчас, святилище на небе. Но что является святилищем на земле? До Моисея его не было. Господь говорит Моисею, что пусть создадут мне святилища, и я буду обитать среди них. Храмом на земле является место присутствия Бога. Как сейчас Бог присутствует на земле? Духом святым. Он присутствует Духом святым. Где находится Дух Святой? В Господь. В людях. Посмотрите, первое послание Коринфянам, третья глава, 16 стих я читаю. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Ефесянам во второй главе, 19 стих и далее я читаю. Итак, вы уже ни чужие, ни пришельцы, но сограждане святым и своим Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Обратите меня, это быв утверждены на основании, имеющих краеугольным камнем, это архитектурная терминология, это терминология конструкции, создания здания. И дальше говорится, на котором все здание слагается стройно, возрастает святой храм Господи, на котором вы устрояющитесь жилища Божия Духом. Итак, храм – это то, где обитает святой Дух. Бог Дух, Бог Духом Святым, хочет сейчас обитать в новом фере Христа. Когда Христос ходил 30 лет по этой земле, Дух Святой обитал в нем. Сейчас Дух Святой точно так же хочет обитать в церкви. По церкви, естественно, подразумевается не бетон и не кирпичи. По церкви подразумеваются люди. Поэтому церковь называется телом Христа, потому что в нем, как в Иисусе обитал Бог Духом Святым, так же в церкви он должен обитать. По крайней мере, он от этого очень хочет. Другое дело, что мы, бываем не готовы. И поэтому церковь является аналогом святилища на земле. На небе, естественно, есть святилище, где Иисус сейчас выполняет служение. Итак, если мы видим это в Библии, тогда апостол Павел, когда пишет в Иисусе о том, что он, человек греха, воссядет в храме Божьем на месте Бога, это означает, что он встанет во главе церкви. Итак, это лидерство, общее христианское лидерство, общее лидерство в общем-то для всех верующих людей. Он приобретет, как он приобрел политическую власть, так же религиозную власть. Это происходило на протяжении всего Средневековья. Люди не сидят, люди не стоят, проповедуют. Они не сидят. Давайте не передвигаемся. Потом, вопросы потом. Это понимание... В течение Средневековья оно было мало у кого. В течение Средневековья, мы знаем, что более тысячи лет власть христианской католической церкви, так скажем, да, ну, католичество было основное движение в христианстве, не оспаривалось, короли приходили за поклон, папа римский объявлял войну от всей Европы против Ближнего Востока, если хотел, крестовые походы. То есть политический, религиозная власть, так же он мог прощать грехи, если нужно было и так далее. А на заре реформации понимание того, что папская система это тот самый зверий, и в религиозном отношении это антихрист, это понимание было у реформаторов. Практически все реформаторы так или иначе писали об этом. Можно следующее? Сейчас будем рассматривать историю зверя, вообще-то, вот эта картина, извините, я просто ее создал на английском языке, но я сейчас буду озвучивать на русском. Да, и допустим, в 1539 году Мартин Лютер пишет, Папа, это и есть антихрист и тот ненавистный зверь, у которого богохульные имена написаны на челе. Точно так же все другие реформаторы об этом писали. Интересно, это пишет Лютер, от которого, к упробованию которого сложилась лютеранская церковь. Но сейчас в лютеранской церкви такой идеи нету. Они не ассоциируют больше папу римского с антихристом или с зверем. То есть эта идея перестала существовать, практически во всех протестантских церквях. Это происходит именно то, что предсказано в книге Откровения в 13 главе, где написано, что зверь имел смертельную рану, но рана исцелилась. Итак, когда была нанесена смертельная рана, мы с вами знаем, по пророчеству Даниила и по пророчеству Откровения. Это произошло через 1260 лет после того, как они приобрели политическую власть. В 1798 году. В это время газеты протестантских стран писали, я вам прочту один пример, миссионерский журнал в Великобритании, публикуемый в 1796 году, буквально за два года до этого пишет, правление антихриста приближается к своему концу. Это аспект проведения и наши ожидания ускоряются, что он скоро падет. Я сейчас так на ходу перевожу это с английского языка. Видите, это правда. Итак, это журнал Великобритании. Точно так же писали многие журналы в Германии и в Америке тоже. Протестанты знали и понимали это. Это понимание сейчас исчезло. И то, что оно исчезнет, предсказано в переградховении, где говорится, что зверь получит смертельную рану и рана будет исцелена. В 1798 году Папа Римский берется в плен французской армии, наполеоновской армии. Папская область упраздняется. Примерно в это же время императоры Священной Римской империи тоже теряют большую часть своей власти. В религиозном отношении их власть была сильно скомпрометирована. В течение более чем 100 лет политической власти нет вообще никакой. Если быть точным, 129 лет. И вот происходит, начинается исцеление раны. Как когда написано в Украине, я видел, что одна из голов имела смертельную рану, которая исцелилась. Это происходит в 1929 году. Вы видите историческую фотографию. В 1929 году Снелла, в которой сидит, это кардинал Каспари, представитель Папы Римского. Сидящий от него справа на фотографии, человек штабский, так сказать. Это глава Итальянской Республики, глава фашистского правительства Италии. Муссолини. Правильно. Муссолини. Один из первых декретов, который принимает фашистское правление Италии, пришедшая к власти, это латеранский договор. По созданию государства Ватикан. Вот, что писали в это время газеты. Интересно, я сейчас прочту Нью-Йорк Таймс, тогда, 12 февраля 1929 года, именно в этот день. Пишет. Папа опять получает, становится независимым правителем, как это было в течение Средневековья. Хотя, его правление это самое микроскопическое государство, которое есть в мире, которое, возможно, существовало в течение истории. Это микроскопическое государство начинает набирать власть. Но я вам скажу, что газета немножко ошиблась. Если говорить языком ООН, Ватикан даже не является самым микроскопическим государством, потому что Ватикан имеет хотя бы какую-то территорию. Самое маленькое государство в мире, которое представлено в организации объединенных наций, как государство, это Мальтийский орден. Мальтийский орден даже не имеет своей территории, у них просто офисы, как в Казани. Но они представлены в ООН наравне с другими странами. Мальтийский орден, естественно, принадлежит папству. То есть, это одна из битвей власти Ватикана. Таким образом, можно сказать, что Ватикан имеет два представителя, как два государства. Мало какая страна может таким похвастаться. А другая интересная заголовок, который привлек мое внимание, это Сан-Франциско Хроникл. Это другая популярная газета, особенно популярная в то время. В тот же самый день, 12 февраля 1929 года, заголовок в этой газете использовал язык книги Откровения. Возможно, сами того не знают. Они пишут, Муссолини и Гаспари, вот эти два пэны, подписывают исторический римский договор, исцеляя рану многих лет. Интересно, как журналисты, возможно, сами того не зная, применяют язык, который применяет Иоанн, богослов. в книге Откровения, говоря, рана, была нанесена смертельная рана, но она исцелилась. Получив политическую власть, в самом начале 1929 года, павство начинает первые робкие шаги к укреплению и экспансии этой власти. При этом идет на союзничество с теми силами, с которыми, по идее, идти не должно. Да, здесь вы видите, допустим, папу Римского того времени, по-моему, был пик какой-то с Гитлером, Антольфом Гитлером, потому что это была самая большая политическая сила в Германии, и павству нужно было наращивать политическую силу. Оно шло по этому пути. В самом начале весь процесс шел очень медленно и с очень большим скрипом. Две ведущие сферы державы 20 века, вы знаете, это было, Соединенные Штаты Америки и Советский Союз не признавали папский престол. Даже если была дипломатическая связь. Во-первых, дипломатическая связь остановилась очень поздно, во-вторых, она остановилась с государством Ватикана, но не с папским престолом. То есть они не хотели разговаривать с папским престолом как с религиозной властью. Но все постепенно под этим давлением постепенно начинает меняться. И вот в 1983 году, совсем недавно, да, в 1983 году президент Рейган отправляет посла уже с миссией не посол в Ватикан, а посол к Святому Престолу. Называется так. Чуть позже, в 1989 году, ненадолго до смерти, то же самое делает Советский Союз. А после того, как прорыв происходит в этих двух супердержавах, он уже как по маслу идет во многих других странах. И он повел Второй до недавнего времени, считался папой, который больше всех путешествовал. Тот, который сейчас постанавливает новый рекорд, он встречается со многими президентами, и, что интересно, в большинстве случаев президенты приезжают к нему, а не он к ним. Вот что интересно, да, до этого было. Это президент Ирана, например, тоже приезжает к нему. Следующий за ним президент, это король, король Саудовской Аравии, тоже приезжает к нему. Нет, до этого, назад. Президенты приезжают к нему, и официальная такая встреча называется не встреча, в верхах, как это бывает, когда встречаются президенты двух стран. А с этой такая встреча называется аудиенцией. Что очень интересно звучит, потому что именно так это называлось в течение Средневековья, когда все короли приезжали тоже в память. Получается, что он, в общем-то, эта система уже нарастила те производственные мощности, которыми оно обладало в течение Средневековья. Будет идти дальше. Что писал Иоанн в книге Откровения, я видел, что голова получила смертельную рану, но была исцелена, и вся земля явилась в виде сил этого зверя. Но это политической власти. Да, президент Арбатяна тоже там был. Я почему-то перескачивал фотографию. Это тетя что касается политической власти. Но есть еще власть религиозная, которая тоже имеет большое значение. Вы знаете, большая часть войн в этом мире она или из-за денег, или из-за религии. Других причин практически не бывает. Религиозная власть, которая в общем-то в Средневековье самая большая была у этой системы. Сейчас опять же посмотрю тоже, потому что это единственная централизованная система с количеством людей более чем 1 миллиард человек. Но религий в этом мире много. Много религиозных течений. Вы знаете слева на этом слайде логотип. Вы знаете этот логотип? URI. Это United Religions Initiative. Организация объединенных религий. Организация созданная по типу Организации Объединенных Наций. Созданная относительно недавно, она еще не так хорошо известна, но за последние несколько лет эта организация все больше и больше уважения получает в мире за организацию диалогов во имя мира, сотрудничества против терроризма и так далее. Вы видите, допустим, одна из конференций организации Папа Вадимский стоит в кругу лидеров других религиозных течений. Это Организация Объединенных Религий, точно так же, как и Организация Объединенных Наций представлены все страны, здесь представлены все религии. И... Ну, вы знаете, что Организация Объединенных Наций, в общем-то, где она находится? Она находится в США, да? И хотя мы говорим о том, что все страны представлены одинаково, в общем-то, самый серьезный весомый голос принадлежит именно Соединенным Штатам Америки. Эта организация тоже находится в США. И, естественно, живой организацией должен быть тот, у кого будет самый серьезный голос. И это складывается. Можно на следующий сайт? Недавно, интересно, что инициатива была от бывшего президента Израиля Береса. Он заявляет, что во время своего визита в Ватикан он заявляет, что Папа Франциск предлагается и на должность главы Организации Объединенных Религий, потому что имеет самый большой авторитет среди всех религиозных лидеров. Святой Преслов не прокомментировал это заявление. Мы понимаем, что постепенно к этому идет, потому что даже при отсутствии административного козыря все равно тот представитель, который представлен большим количеством людей и большим количеством денег, там, естественно, будет иметь самый весомый голос. Мы приходим к тому, что предсказывается в книге Откровения, где мы видим вавионскую лудницу, сидящую на звере. на протяжении всей Библии, начиная с Даниила. Зверь это политическая власть, это государство. Женщина это религиозная система, это церковь. Вавионская лудница, сидящая на звере, это союз церкви с государством. А именно, когда мы смотрим о том, что они имеют власть над всем миром, то есть это универсальная, религиозная и политическая власть над всем миром. Интересно, что она осуществляется через организацию объединенных наций и через организацию объединенных религий. Потому что, как ни странно, создавать одну религию слишком проблематично, да и не нужно. Что прокомпетировать это? Давайте посмотрим книгу пророка Даниила, 11 глава, 45 стих. Царь Северный, который символизирует вот эту вот власть, о нем там говорится, 11.45 Даниила, он раскинет царские шатры свои между морем и горой преславленного святилища, но придет к своему концу и никто не поможет ему. А проблема перевода царские шатры правильная, как бы там написано, шатры дворца. И слово шатры, юрейский, там фигурирует слово мешкан, который обычно в Библии у нас переводится как скини. Слово мешкан имеет религиозный оттенок, то есть оно означает имя скиния. Скиния-святилища, например, которое построил Моисей, называется тем же самым словом. Таким образом, эти шатры, скиния, это религиозные системы. Здесь они упоминаются во множественном числе, то есть множество различных религиозных систем, шатры своего дворца, а дворец упоминается в единственном числе. В чем интересное, возможно, единственное место здесь, в Библии, где не еврейское, а персидское слово применяется. То есть, там стоит слово Ападан, который, дворец персидского шаха, а Персия тогда была мультинациональной, мультирелигиозной, такой очень широкой и интеграцией многих государств внутри, империи. Поэтому дворец здесь подразумевает именно такую политическую универсальную власть над многими народами. И ему, этому дворцу, принадлежат множество шатров. То, что мы видим в этом стихе, скинет шатры своего дворца между морем и горой Преславного Святилища. Здесь ему противоставляется другое святилище, в котором написано «Гора Преславного Святилища». То есть, явно, это гора Сион и явно это Божие Святилища, то есть, это Божий народ. Мы с вами говорили о том, что является храмом в наше время на земле. Это Божий народ, это Божия Церковь. Итак, он ставит эти хатры своего дворца, то есть, различные религиозные системы. Мы с вами только что видели этот URI, то есть, организация обвиненных религий, где все религиозные течения, они могут быть самые разные по своей форме. Врагу, сатане вовсе не обязательно, чтобы все, не знаю, поклонялись на одном языке, читали одну книгу, чтобы все сидели на одинаковых скамейках. Это не нужно. Важно, что? Важно признание главенства. Потому что признание главенства, в общем-то, и несколько характерных черт, несколько деталей в системе поклонения, все, это приводит к поклонению сатане. В общем-то, это то, что ему нужно. А стиль? Стиль может быть самый разный. И объединенная вот эта система, она может быть мультикультурной. Эта идея не нова. Организация объединенных религий совсем даже не новая идея. Мы читаем о ней в той же книге пророка Даниила. В третьей главе, вы помните, что произошло тогда? Царь на выхода носа устанавливает идола общего для своей империи. Его империя была большая. Она занималась всю Месопотамию, включая Бавилонскую часть и Ассирийскую часть. Она занималась всю Сирию, Финикию, Израиль и даже Египет и часть Аравии. Это была большая империя с большим количеством народов, с большим количеством различных верований. Но Сарь на выхода носа хотел необытого единства и некоторого какого-то небольшого общего знаменателя во всем этом. То, в общем-то, к чему ведет организация объединенных религий. Не обязательно быть одинаковым во всем, но какие-то общие детали желательно стандартизировать, чтобы хотя бы иметь какой-то диалог. И для этого он создает золотого истукана, вы помните, который ставят на равнине в Авионе и собираются представители всех народов и, соответственно, всех религий вначале для открытия, для празднования. И я читаю книгу пророка Даниила третью главу. Царин Алтоносор сделал золотой истукан большинной 60 вактей, шириной 6 вактей и поставил его на поле Деири в области Вавилонской. И потом он говорил, я так хочу, чтобы пришли представители, все представители, все властители частей его империи пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царин. То есть изначально они приглашены на открытие. Возможно, они даже не знают все детали, что там будет происходить. Но когда они приглашены на открытие, дальше мы читаем в четвертой и пятой главах. Глашатый воскликнул. Объявляется вам народ и племена и языки. В то время, как вы слышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, густые симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь на ухода носа. Итак, приводится к тому, что они все должны поклониться какому-то общему знаменателю этих религий, которые исходят от царя. В книге Откровения говорится о том, что образ зверя будет создан по инициативе именно народа, даже не самой церкви, что очень закрономерно для демократических стран нашего мира. Но та идея, с которой народ приходит, она создается под влиянием пропаганды, которая все равно идет от центра. Итак, золотой истукан в книге пророка Дениева является прообразом образа зверя, который фигурировал книги Откровения в 13 главе. здесь есть несколько вещей, которые состыковываются друг с другом. Обратите внимание на размеры истукана, и вы впервые увидите число 666. Виблия. Его ширина написана 6 локтей, длина и ширина отдельно не указаны, и не скажем, что он круглый. То есть, понятно, что ширина и так, и так, 6 локтей, то есть, это 6 на 6, квадрат 6 на 6, и высота 60 локтей. То есть, мы видим эти 3 шестерки. Кроме того, и для того, чтобы это понять, в общем-то, Дениев это наверняка понимал, потому что он учился в Вавионе. В Вавионской оккультной системе очень большое значение придавали магии чисел. Вообще, математика была сильно развита. В частности, она на математические некоторые моменты опиралась и религиозной системой Вавиона. В частности, большое значение имела такая вещь, как магический квадрат Солнца. Магический квадрат Солнца. И вот, когда Даниил говорит о ширине 6, у человека, который знает вавионские оккультные науки, это сразу должно щелкать, потому что квадрат 6 на 6, это и есть магический квадрат Солнца. Квадрат 6 на 6 заполнялся числами от 1 до 36. Соответственно, потому что 6 на 6 значит, 36 клеток. Можно следующий сказать? Следующий после этого. Вот так вот примерно, то есть числами. И я вам... То есть, от 1 до 36, и сумма всех этих чисел, сумма всех чисел от 1 до 36 дает именно 666 тоже. То есть, и так тоже это число. И поэтому это число 666 считалось священным в древнем Вавилоне. Вот это у них была 6-ти личная система исчисления. Но число 666 у них было напрямую связано с магическим квадратом Солнца и с поклонением Солнцу. Можно следующий. Здесь вы видите артеологический артефакт. Правда, он более поздний, он не временного Ходоносра, он уже времен... Потому что на него написаны арабские цифры, то есть, он, видимо, уже в первое тысячелетие нашей эры. Но это вавилонская религия, культура там сохранилась. И магические квадраты Солнца, они даже уже в исламское время, они все равно продолжали делать и говорить о том, что они дают какую-то дополнительную силу, они имеют какое-то священное значение и так далее. Итак, число 666 показывает на поклонение Солнцу. Оно показывает на истукана, которого ставят на выходоносок. Есть еще одна вещь. Обратили внимание, что высота этого истукана 60. Соотношение ширины к высоте 1 к 10 показывает еще на один элемент поклонения Солнцу. Это классическая пропорция. Квадратное основание и высота в 10 раз больше, чем основание. Это классическая пропорция того, что называется Бен-Бен у египтян на древнеегипетском, а на греческом его называют обелиск. Можно такой же. Его двойник находится в Нью-Йорке в Центральном парке. Один еще находится в Париже, один находится в Истамбуле. И самое большое скопление, я говорю не о современных сделанных, или даже не святого сделанных, а именно о оригинальных древнеегипетских бен-бен. Именно оригинальных древнеегипетских обелисков, которые сделаны из цельного камня. Самое большое их скопление находится в Риме. Самый высокий, самый большой в мире также находится в Риме. То есть, в общем-то, если смотреть, примерно половина в Египте, половина в Риме, и по одному было подарено, дано в подарок, обратите внимание, нескольким ведущим городам того времени, 19-го это в основном век, это Истамбул, Париж, Лондон и Нью-Йорк. Обелиски в Древнем Египте были объектом тоже поклонения Солнцу, а именно, во-первых, вы видите, он квадратное сечение, но на вершине он заканчивается как пирамида, он сужается. Пирамида, в общем-то, воспринималась как вершина тоже обелиска. Это символика связана. Он символизировал собой, в частности, окаменевший луч Солнца, и говорили, что бог Ра стоял на таком Бен-Бен, то есть стоял на окаменевшем своем луче, когда он творил мир. И когда пропорция прослеживается в книге пророка Даниила, то получается, что да, специального подоноса сделал своего идола по модели обелиска. Да, он, правда, еще был, скорее всего, изображением, но на обелисках очень часто наносились это выражение. Другая вещь, то, что этот истукан был сделан из чистого золота, и еще другое место, где упоминается число 666 Библии, это количество золота, которое получалось царю Соломону каждый день. И 666 талантов написано в первой книге царств. То есть здесь еще одна связка. То есть все связки идут с 666 13 главе Откровения на третью главу книги пророка Даниила. И мы понимаем, что это общая система поклонения должна быть каким-то образом связана с Солнцем. И должна быть каким-то образом связана с древними опухольными практиками Египта и Бабиона. Если учитывать, что большая часть обелисков находится в Риме, то мы понимаем, что она прошла через Рим и через Рим она экспортировалась другим странам и другим религиозным системам. Мы... Можно следующий? Следующий, тогда. Это самый большой обелиск в мире. Он находится в Вашингтоне. столице Соединенных Штатов. Это современный, правда, обелиск. Но интересно то, что он самый большой в мире и его пропорции такие же 1 к 10, но более того, его размеры показывают тоже на число 666, потому что его длина и ширина основания 55,5 футов. 55,5 длина и ширина в сумме 55 плюс 55 дает 111, а его высота 555 футов. В сумме эти три измерения дают 666. И если 555 футов вы переведете в дюйме, который тоже является единицей измерения в американской системе, то вы получите 6666. То опять же получаются эти шестерки. То есть я не думаю, что это простое совпадение. Есть какая-то схема вот этой символики. И я понимаю, почему обелиски расставляются по всему миру. Это нечто похожее... Да, это другой обелиск, который находится в Баку, например, на улице, если говоря. В общем-то, надо сказать, что это стало настолько популярным символом, что возможно, в одной из случаев его строят даже не задумываясь об его религиозном оккультном значении. Его строят просто как монумент, но истоки идут именно оттуда. Вот вы видите оригинальные древние мишеские и агристики, где они расставлены в мире. Символика, как я сказал, применяется и Богом, и сатаной. Поэтому Господь, когда говорил Иисусу Намину брать израильскую землю, Он говорил уничтожать даже рощи священные, да, даже эти деревья срубать. Потому что всему была придана какая-то оккультная символика. Подобно тому, как альпинист, залазив на вершину горы, ставит флаг своего государства. Подобно тому, как во времена Великой географической открытии капитана, приплывая на какой-нибудь остров, ставили флаг своей страны, чтобы показать, что мы имеем на это право. Мы здесь. Подобно этому в духовном мире сатана старается распространить свои символы оккультные по странам, для того, чтобы показать, что он претендует на них и люди ведутся и устали. Символика поклонения Богу заменяется на символику сатанинскую и оккультную во многих местах. И сейчас мы рассмотрим еще один момент. Мы отожгли от символики в разных религиях. А, нет, назад. Переспочите. А, вот. Есть такая вещь, как праздники. Да? И праздники в разных странах и в разных религиях бывают разные. Но кто имеет право ставить праздники? Книги пророка Даниила опять-таки во второй главе 21 стихе, когда Даниил свидетельствует царю Махадоносору о небесном Боге, о Боге Израиле, он говорит, Даниил 2.21 Он изменяет времена и лета, не залагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Про мудрость мудрым и разумение разумным мы рассмотрим минут через 10, наверное, но сейчас хочу обратить ваше внимание на изменяет времена и лета. Вот это выражение слова лета это скорее сезоны, праздничные сезоны. Вот это слово означает праздничные сезоны. То есть Даниил говорит о том, что праздничные сезоны устанавливаются Богом. С чем естественно мы не можем поспорить. Тот же Даниил правда свидетельствует в 7 главе про другую силу, которая тоже хочет устанавливать праздничные сезоны. Даниил 7 глава 25 стих говорит про малый рок и говорит и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святые Всевышнего даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон и они преданы будут в руки его до времени времена полувремени. Здесь вы говорите то же самое слово, что в Даниил во второй главе. Тоже праздничные сезоны. В русском переводе это не так хорошо видно. В еврейском тексте если вы откроете вы увидите. Итак, зверь лавионская будница, система поклонения, которая идет из лавиона, среди всего прочего, да, берет политическую власть, берет религиозную власть, воссядет в храме Божьем, то есть становится лидером церкви, вводит свою символику, в том числе и архитектурную символику, среди прочего, она вводит свои праздничные времена, упраздняя, то есть убирая Божьи праздничные времена. Что являлось Божьими праздниками? Они описаны в книге Левит. Давайте они будем гласнованы. Книга Левит, 23-я глава. Вот не все еврейские праздники являются Божьими праздниками. Далеко. Вот Курим, например, это чисто еврейский праздник, понятно. То есть да, они были спасены. Даже он затрагивается, в Библии о нем написано, но не Божьи праздники. Есть всего семь вещей, которые упоминают, говорятся Богом, как мои праздничные. Левит, 23-я глава, первый стих, и далее я читаю. На, здесь можно все не читать, но, кстати, во второй стихе написано, объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господнях, которые должны созывать священные собрания. Вот праздники мои. И после этого идет перечисление в течение всей главы. И замыкается 44-м стихом и объявил Моисея сынам Израилевым о праздниках Господнях. И там здесь есть начало, здесь конец. Господь говорит объяви о праздниках Господнях, они перечисляют, потом говорит Моисей объявил о них. То есть все, добавлять ничего нельзя. Только они. И там перечисляются семь вещей. Суббота, Пасха, праздник возношения снопа, Пятидесятница, Турпаник Трупп, Йом-Кипур и праздник Кущи. Семь вещей. Из них каждый праздник за исключением праздника Кущи это один день. Но еще интересно, для которых тоже нравится эта математика. А праздник Кущи празднуется целую неделю, это семь дней. И таким образом эти праздники вместе составляют двенадцать дней. Да, потому что Пасха, Пятидесятница, каждый по одному дня. Праздник Кущи семь дней празднуется. И там пять этих, семь дней Кущи, и там двенадцать дней. И суббота. Сколько суббот в году? Пятьдесят два. Да, то есть получается шестьдесят четыре дня. То есть шестьдесят четыре дня в году, что как специалисты по информатике это видится, да, это видится круглым числом, это степень двойки. Шестьдесят четыре дня в году являются Божьими праздниками. Одним из семей. Все остальное Божьим праздником не является. Что произошло в христианской церкви? Произошло совершенно ворот на ворот. Во-первых, Пасха упразднилась полностью, и ее идея переместилась на другой праздник, который говорят, почему-то говорят, еврейская пасха здесь, а католическая там, а православная там. Ну, между католической и православной разница понятна, там их календарь поменялся, а эти не меняют календарь. А вот почему еврейская одна, а у христиан должно быть другое? Да потому, что это другой день, просто, и это другой праздник. В английском языке это даже не скрывается, и он называется Easter, он не называется Passover, как должно быть по-английски, или Pesach, как должно быть по-еврейски. А в русском языке это слово происходит от еврейского, Пасха, Pesach. Но в английском языке он просто называется Easter, что происходит в общем-то от древней Батамской или Кеникийской богини Иштар, Иштар, Истар. Это ее праздник, и символика с яйцами, кроликами, и так далее. Это вообще насколько интересно, ну, да, здесь в Азербайджане это не видно там в Америке или в Европе это очень сильно заметно. Этот праздник поменялся, другие праздники как-то вообще выпали, и праздник кущей, хотя он самый большой, получается там семь дней, тоже выпадает, но вместо него появляется какой-то новый праздник, совершенно другой, который в Библии вообще никак не затрагивается. Он называется Рождество. Он празднуется в те дни, когда в Библии вроде бы никакой праздник не должен праздноваться вообще. Но каким-то образом притягивается, что это Рождество Иисуса, хотя по Библии понятно, что Иисус рожден совсем в другое время, он весной, скорее всего, рожден. То есть, и мы знаем, что этот праздник он соблюдался в Метроизме, он соблюдался как в Сатурнале в древнее время, то есть, он с этим связан. Это языческий оккультный праздник, но он привлекает, и его символика, и елки, там, мужики с бородами и так далее. Его символика, она тоже идет совершенно не из Библии, потому что, да, вечно зеленое дерево, оно упоминается в Библии совершенно верно, у пророка Исаия, у пророка Еремии упоминается, что под вечно зеленым деревом поклоняются идолам, потому что вечно зеленое дерево, оно было символикой ряда и языческих божеств. Для греков это адонис, например, а для финикийцев это тамуз, да, которым тоже говорили, что умер и воскрес. То есть, вот эта символика, она берется и привносится в христианство. То есть, мы видим с вами, что для того, чтобы получить власть, помните, там, вначале мы говорили, что Сатам предложил власть Иисуса, Иисус отказался поклоняться. Церковь на это пошла. Для того, чтобы получить власть, Церковь начинает менять очень многие вещи, чтобы изменить поклонение. И таким образом после этого получает власть. Кроме этого, изменения, мы с вами видим, что у Даниила написано, что он заменяет праздничные времена и закон. И кроме праздников, там еще упоминаются времена. И это может означать и пророческие времена, и это складывается. Потому что в Библии пророчества упоминаются привязкой к определенному времени. Очень часто у Даниила в Откровении говорится о пророческих периодах. И понятно, когда что должно происходить. Реформаторы это знали, понимали, и они в 19 веке было ясно, почему папство рухнуло, что его время прошло. Наше время об этом забыли. И почему? Потому что над этим вела серьезная работа. А именно, на самой заре реформации в 16 веке, когда протестанты толкуют книгу Откровения и толкуют книгу пророка Даниила и понимают, что происходит, и понимают, что это время зверя создаются по заказу двумя разными умными людьми, создаются два альтернативных учения о пророческих периодах. Был такой языкский ученый Франциско Ривера. В 16 веке он опубликовал очень серьезный труд на 500 страниц комментарий на книгу Откровения, которым он внес претеристское толкование. Что это значит? Он толкует все библейские события, пророческие события, которые предсказаны, что они произошли в течение 1-2 века нашей эры. То есть на наше время они уже не распространяются. И зверь говорится, что это древнегреческий правитель Атеоха Пифа, это было еще до нашей эры. То есть на наше время это не подпадает. Так как было все равно очень много премий, создается еще другое учение альтернативное. Извините, это было Луиз де Алькаса, претеристское учение. А другое учение футуристское создается вот Франциско Рибера. И в его концепции все эти пророческие периоды, которые должны исполняться, в том числе относительно зверя, они перегносятся на будущее. Они будут с будущим. Получается, что от Иоанна до нашего времени никакие пророчества не исполняются. То есть ничего не работает. Все пророчества, что написано в книге Откровения, они будут в будущем исполняться. И зверь, в том числе, будет в будущем. И он, скажем, путница будет в будущем. Создается две альтернативные такие системы. Хочешь это перее, хочешь это перее. То есть или они были давно, или они будут в будущем. Но сейчас никакие пророчества не работают. Эти две системы очень активно пропагандировались, внедрялись, и в общем-то большинство протестантов на это клюнули. Поэтому сейчас, когда мы говорим об понимании связи папства со зверем, очень мало кто в это верит. Хотя еще в 16 веке это было на устах у всех протестантов. Но есть еще одна интересная вещь. Вот вы задумывались, мне еще в детстве было интересно, почему такая странная формула звучит в книге Откровения. В 13 главе, в 18 стихе я читаю «Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочтет число зверя». И в 17 главе, где опять про зверя говорится, в 17 главе Откровения, в 9 стихе я тоже читаю «Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена». Но это та самая жена, которая блестная будница, которая на звере. Итак, почему и там и там упоминается здесь ум, имеющий мудрость. Что бы это значило? Я много лет об этом вообще-то думал. Только недавно за меня дошла одна вещь. Посмотрели, где еще, как это называется вообще на еврейском языке, какие есть слова и где они еще встречаются в этом завете. И когда я проверял, я сделал небольшое открытие. Итак, если готов, скажу. В древней еврейском языке есть три слова основные, характеризующие вот это ум, мудрость, хокма, табун и даат. А в русском языке с переводом, к сожалению, они часто по-разному переводятся. Мудрость, разумение, ведение, знание, искусство даже в некоторых местах. Поэтому надо смотреть в оригинальном тексте. Так вот, очень редко где в Библии все эти три вещи встречаются вместе. И если мы посмотрим, где они встречаются, мы увидим, на что они показывают. Как вы думаете, у кого упомянуто, что есть все три вместе? Сразу скажу, что Соломона нет. А есть у некоторых действующих лиц, которых мы обычно так простакиваем и не очень-то на них внимание обращаем. А про них говорится, что у них есть и мудрость, и знание, и разумение. Книга Исход, 31 глава. Смотри, второй сих. Смотри, я назначаю именно Веселеила, сына Уриева, сына Орова из колена Иуды. Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Что должен был делать Велиил? Делать святильника. Правильно. Теперь вам легче будет назвать другого человека, у которого тоже говорится, что есть все три. Можете назвать? Ну, не он сам, а кто? Хирам. Посмотрите, это первая книга царств, ну, в русском переводе третья книга, третья книга царств. И послал Соломон, седьмая глава, тринадцатый и четырнадцатый стих. Взял из сира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефталима, отец его Тирянин был, медник. Он владел способностью, искусством и умением, выделывая всякие вещи из меди. Ой, спасибо большое. Спасибо. Здорово. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. Вот то, что здесь перевели опять же в русском языке так, неудачи, способности, искусством и умением. В английском языке в царе поле точно перевели все-таки wisdom, understanding. Вот. Это те же самые еврейские слова, которые означают мудрость, знание и ведение. Итак, получается, что вот эти все три они нужны для создания святилища. Они связаны со святилищем в Новом Завете и эти слова употребляются в том же самом контексте. Они упоминаются по отношению к созиданию церкви. Мудрость, знание, понимание. Они нужны для создания святилища и они же нужны для распознавания зверя. То же самое. Чтобы распознать зверя, надо знать святилища. Чтобы распознать начертания зверя, надо знать святилища. Это то же самое понимание, та же самая готовность, что позволит... А что такое знать святилища и уметь создать святилища? Что создает святилища? Когда Дух Святой там населяется. То есть готовность к принятию Духа Святого. То есть это мудрость и знание и понимание человеку сейчас нужно для того, чтобы быть готовым к принятию Святого Духа. И вот это позволит отличить ложь Антихриста от настоящего. Теперь хочу обратить ваше внимание еще на одну вещь, которую я заметил во святилище. Когда я вел там, в Америке семинары с подростками по святилищам. Изучая святилище, я обратил внимание на одну вещь. Вы помните, что находится в окружении Бога в небесном святилище? И в общем-то в земном скине святилище это тоже было показано. На крышке ковчега находятся два херувима, правильно? Каждая с двумя крыльями. А вокруг престола в видении языки написано четыре особых ангела, херувима. Или в книге Откровения написано четыре живых существа, которые, когда мы читаем, понятно, что это тоже какие-то четыре ангельских существа специально. Итак, два херувима с двумя крыльями каждой с боков от крышки ковчега. Крылья ковчега это трон Бога. Это то место, над которым являлся Бог. А вокруг четыре живых существа, то есть четыре других ангельских существа. на земле есть место, которое создано именно по этому дизайну. Престол Папы с двух сторон стоят два золотых херувима. Я не знаю, они из чистого золота или позолоченные, в принципе, денег достаточно, может быть, и чистый, но это не принципиально. И четыре других служителя, которые вокруг. В общем-то, ну да, ну понятно, что и у Бога, и у Бога, а это символизирует какие-то служители, ангелские существа, и так далее. То есть, интересно, что это за выуманно по той же самой модели, которая описана в Библии? Нужно знать святилище, чтобы распознавать. Да? Есть еще кое-что. Нужно знать святилище, чтобы распознавать. Вы помните, какие цвета фигурируют во святилище? Пурпурный цвет. Спасибо, спасибо, я слышу правильные ответы. Итак, да, это пурпурный цвет. Где мы это можем видеть? Мы можем это видеть много где. Например, книга «Исход», двадцать восьмая глава. Нет, да, двадцать восьмая, или двадцать пятая. Вот двадцать пятая, давайте пятая сих и далее я прочту. Четвертый, пятый. Шесть голубую, пурпурную, червленную и виссон. И козьи, барани, красные, синие, дерево сетим. Итак, червленный – это красный, пурпурный – это как фиолетовый. Да, вот, то есть цвета, которые фигурируют там, это красный, фиолетовый, синий. Виссон – это чистый, неокрашенный лед, который белого цвета. То есть это белый и золото. А в другом месте, посмотрите, украшение первосвященника, как выглядит. Книга Исход, двадцать восьмая глава. Сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. В пятом стихе я читаю. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпурной, червленной шерсти и виссона. И сделают и фод из золота, из голубой, пурпурной, червленной шерсти и крученного виссона. Искусственной работой. Итак, мы опять же видим эти цвета. Пурпурный, красный, голубой, белый и золотой. Когда мы читаем смысл этих цветов, самый ясно виден смысл двух цветов. Я сейчас заканчиваю, скоро. Это голубой цвет, который упоминается в книге чисел и связан с Божьим законом, где израильтянам говорится, на концах одежды сделать кисти и их ставят в нити голубого цвета. Написано, и будут они в кистях у вас, для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их. Итак, синий цвет ассоциируется с десятью заповедями Божьим законом. Белый цвет, и это видно, допустим, в книге Откровения, где невеста обвлекается в чистый лицо. Это праведность святыни. Так вот, когда мы читаем в книге Откровения в семнадцатой главе про Вавилонскую Блудницу, мы видим в ней тоже цвета порфира, что пурпурный, багряница, что красный, и украшенное золотом, но синего цвета и белого цвета мы не видим. То есть, она копирует, она во многих местах копирует. Например, у нее на лбу написано Вавилон, да, Блудница, Мать Блудница, Бавилон, Вать Блудница, а у первосвященника тоже на лбу была золотая табличка, на которой было написано Святыня Господня. То есть, даже это копирует. Она во многих вещах копирует именно первосвященника, но у нее нет синего цвета и нет белого. То есть, нету закона, да, нету десяти заповедей и нету, соответственно, праведности, потому что это связано. Мы с вами можем, изучая святилища, изучая пророчества, видеть много разных вещей, которые не видят люди вокруг. И наша ответственность свидетельствует им сейчас, заранее, до того, как это исполняется. Потому что, когда это начнет исполняться, мы не хотим прийти и говорить им постфакту. Мы хотим, чтобы наше слово достигло людей до этого. И тогда, при исполнении этого, они поймут, что это было пророческое слово. Давайте об этом поможем. Великий, всемогущий Господь, слава и плава Тебя Господь. Примем нашу благодатность за Твои богословения, за то, что Ты открываешь нам, за мудрость, за понимание Господя. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты сейчас задавал нам мудрость, знания, понимание, чтобы мы могли приготавливать Тебя для Духа Твоего Святого, чтобы мы могли соглядать Храм Твой, чтобы мы могли отличать ложь от истины Господ Gerad. Мы просим тебя, чтобы ты привел в готовность твою армию, Господь, на земле. И мы желаем привыкнуть к этой армии, каждый из нас, Господь, для того, чтобы совершать твое дело, Господь. Да будет твое имя прославлено, Господь, чтобы приготовить эту землю, чтобы приготовить людей, Господь, твоему пришествию. Слава и Хватер. Амин.